В 1928 году вышел роман «12 стульев», который сегодня можно называть не только художественным произведением, но и энциклопедией советского быта своего времени. Так, в романе упоминаются два средства для окрашивания волос – «Титаник» и «Наяда», у которых в реальной жизни, вероятно, могли быть прототипы. Вымышленный «Титаник» по заверениям продавца не смывался ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином, окрашивал волосы в радикальный черный цвет, который в результате после первого же мытья превратился в зеленый. Исследователи творчества Ильи Ильфы и Евгения Петрова предполагают, что прототипом аптекаря Липы Григорьевича, продавца «Титаника», мог быть провизор «Липец» из Москвы, изобретение которого краска для волос «Хнаба Смоль» так широко рекламировалась в прессе в конце 1920-х годов, что сведения о ней сохранились даже в архивных документах. Краска была жидкая, и в упаковке было два флакона. Для окрашивания следовало небольшой кусочек ваты намотать на лучину, обмакнуть в краску из первого флакона и обильно смазать усы или брови вместе с кожей, а через 10 минут нанести краску из второго флакона и сразу же смывать мыльной водой. Радикально черный цвет получался в том случае, если краска из второго флакона не разбавлялась. При появлении зеленого оттенка следовало повторить процедуру. По заверению рекламы, жидкая «Хнаба Смоль» имелась в продаже в лучших столичных и провинциальных магазинах, не смывалась с волос до 30 дней ни мылом, ни спиртом, ни щеткой, а с кожи смывалась немедленно. Красители для волос разных производителей были широко представлены в магазинах Витебского округа, продавались через фармоправление, в документах которого и можно найти сведения о них. ВОЛОС Субтитры создавал DimaTorzok